слышно, видно проведем нашу проверку связи так если будут какие то проблемы со связью обязательно напишите в чат наши администраторы будут решать эти технические проблемы прошу еще раз отписаться в чат всем ли слышно и видно потому что пока что только три плюса вижу еще берем 20 секунд чтобы собрать всех участников так все отлично все слышно хорошо что ж еще раз рад вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре перед праздниками надеюсь все набрались сил вот и готовится к очередным поездкам к отдыхам к морю и солнцу вот но сегодня мы рассмотрим одну из самых таких актуальных тем касательно закупки мебели в китае а именно все то что касается для дома это сантехника и светильники вот как комплектовать дом и тому подобное значит основные блоки вопросов сегодняшнего нашего вебинара первое это вкратце расскажем о фашане что это себя представляет да какие масштабы мебельного рынка торговых центров фашане далее основные советы для вас при поездки что вы были готовы и максимально эффективно провели закупку процент вашей мебели и напоследок покупка отгрузка товара и принципе комплекс да то есть как себя безопасить от рисков уже с участием гидов контроллеров процент и получить то что вы заказали по итогу целостности и сохранности значит касательно фашане фашане это китайский город находится он провинции гуандун по населению он как киев порядка трех с половиной миллионов человек по площади как четыре киева то есть за счет производственных мощностей там не такая высота населения как в самом киеве основные районы всего их 5 до основные районы где сосредоточены торговые центры фашане это чхан чхэн наньхай и шунде касательно последнего шунде там находится в основном вся мебель массив корпусная мебель наньхай это керамика сантехника а чхан чхэн это уже касаем больше касательно паркета светильников также там есть и плитка ванной принадлежности аксессуары смесителей и остальные остальная продукция по данной теме санчу и гонмин это уже гао мин это уже скажем так более промышленные зоны там торговых центров таких нету в этих первых трех районах далее по поводу как достаться все таки до фашане как добраться всего их есть два способа да первый способ более приятный как на меня это через гонконг если у вас есть лишних два дня и скажем так в наличии 500 долларов которые вы можете потратить не только на мебель то советую вам совместить полезное с приятным и прилетев в гонконг либо до и либо как правило мы рекомендуем нашим клиентам после закупки мебели взять еще два дня дополнительных отвести для посещения гонконга и далее уже брать вылет с гонконга на москву москва киев прямого рейса к сожалению нету а вот собственно график транспорта да а именно чайна ферри то есть это катеры так званым морским видом транспорта можно добраться до шунде прям в район основной район где находится лувр и другие торговые мебельные центры основные мебельные центры города фашань удобство еще в чем что когда вы прилетаете в гонконг у вас есть возможность не выходя за пределы гонконга то есть вам не нужно пересекать границу паспортный контроль по указателям вы наверняка увидите стрелочки на чайна ферри терминал собственно если вы пойдете в ту сторону вы сможете только не забудьте пожалуйста сделать переадресацию вашего багажа на шунде да когда вы оформите эту переадресацию автоматически тот багаж того рейса будет направлен на территориальный китай потому что хочу обратить ваше внимание что шунде ну вообще фашань это территориальный китай материковый гонконг он имеет специальный административный регион со своей границы со своей валютой потому у них там свои границы потому удобство в том что вы сделали переадресацию багажа в течение 30 минут 40 после приземления самолета в гонконг можете уже добраться до катера сесть и поплыть уже в сторону фашаня стоимость в среднем там где-то 200 вы видите там вип-класс ферс-класс и экономик-класс то есть три класса первый класс экономик-класс в принципе я пользовался как и экономом так и вип особой разницы не ощутил тем более в час от часу там они ездят полупустые поэтому советую не тратить лишних средств и брать обычный эконом-класс а потом можно просто пересесть вип что часто делают китайцы немножко прервусь как меня слышно видно чтобы не было никаких проблем отпишитесь все нормально непрерывисто вижу уже вопросы начали потихоньку задавать забыл вам упомянуть о регламенте значит у нас первых 30-40 минут мы пройдемся по вопросам основным а дальше мы отведем 15-20 минут на ваши вопросы касательно сегодняшней темы и дадим вам ответы на них что ж продолжим далее далее да то есть это что касательно до шунде с гонконга если сели на катер в течение полутора час часов доехали до шунде морского причала далее там сели на такси и в принципе за 150 200 юаней вы сможете добраться до любой гостиницы в фашане следующий путь скажем так это через гуанчжоу значит гуанчжоу опять же таки в провинции гуандун это уже материковый китай то есть вам там уже не нужно переходить границу повторно да и если сравнивать с тем же гонконгом в чем скажем так явное преимущество через гуанчжоу да если лететь а именно москва гуанчжоу рейс в первую очередь вы сможете сделать но тесте пару дней на шоп тур а именно одежда обувь бижутерия жемчуг часы очки то есть в принципе основным городом в китае для шоп туров куда собираются группы часто мы отправляем китай это именно гуанчжоу потому если вы шопоголик хотите прикупить какую-то новую вещицу dolce gabbani gucci но не за 2000 долларов а за 100 долларов то вам собственно в гуанчжоу обязательно нужно посетить с гуанчжоу до шунде до самого фашане ехать на такси порядка 200 юаней в течении часа можно доехать в принципе тоже близко часто часу клиенты предприниматели которые ездят фашане они останавливаются в гостинице гуанчжоу ну собственно потом добираются как меня слышно вот сейчас слышно нормально так нормально слышно хорошо так сейчас минуту напиши в чат что у тебя извините следующий вариант если вы все таки хотите сразу прилетев в гуанчжоу добраться до фашане значит в самом аэропорту есть аэроэкспресс это автобусы которые в окрестностях гуанчжоу пригороды другие города напрямую ездят то есть вам не нужно выезжать куда-то с аэропорта до автовокзала прямо в здании самого находится аэроэкспресс здание аэропорта и собственно там вы можете купить билет до шунде стоимость его порядка 40 юаней 40-50 юаней и в течении полутора часа вы сможете добраться до шунде обращаю ваше внимание что если вы поедете на автобусе ну без гида да без сопровождения напоминаю что автобус проходящий то есть конечная станция не шунде не фашань они едут дальше как другие города потому вам нужно будет заблаговременно ну если вы опять же таки не разговариваете на китайском языке показать адрес то есть либо город допустим тот же фашань шунде чтобы вам водитель сказал что на этой остановке вам нужно или не сказал наверное показал потому что китайский скажем так нелегкий язык не такой доступный как английский вот это как вариант да то есть остановка ваша это лувр то есть мебельный центр лувр мы о нем сегодня будем говорить на вебинаре там будет автобусная остановка вот на ней вам нужно будет выходить собственно там уже берете такси и едете до той гостиницы где у вас стоит бронь сегодня уникальный вебинар еще тем что помимо меня в качестве спикера будет еще выступать эксперт координатор по мебельным турам компании фиолан менеджер с большим опытом посещающий неоднократно как и китайские мебельные выставки сам фашань доли поперек объездили так и на итальянских мебельных выставках татьяна краснощек пожалуйста татьян присоединяйтесь в наших наш вебинар и передаю слово вам как эксперту в данном направлении добрый день вы меня слышите давайте проверим слышно ли видно меня мне зовут татьяна я являюсь координатором мебельных туров и мебельного проекта в компании фиолан и сегодня рада вас приветствовать хотела бы поговорить с вами о фашане начнем мы непосредственно с лувра то есть в принципе лувр это наиболее элитный и крупный торговый мебельный центр в фашане в котором представлена ну все таки немножко дороже мебель чем обычные мебельные центры но все таки она отличается хорошим качеством и с очень очень большим выбором сам фашань это крупный оптовый рынок мебели он в мире он занимает входит в тройку лидеров то есть он по своему километражу занимает три тысячи квадрат 3 миллиона квадратных метров и пять километров протяженностью павильонов в принципе павильонов и мебельных центров в фашане очень очень много они не делятся на какие-то конкретные стили на какие-то конкретные подгруппы то есть есть там центры которые предназначены только под гостиничную мебель а так в общем каждый мебельный центр он в себе включает абсолютно все в стиле то есть вы можете найти там и модерн и хай-тек стиль классицизм ротанг и так далее вот что касается выбора и ассортимента конечно же когда вы попадете в фашань если у вас так получится вы будете в китае вы поймете о чем я говорю сам по себе фашань сам по себе выбор очень большой и ассортимент просто огромный ну в принципе таки цены очень различаются друг от друга вы можете найти одинаковую визуально мебель но очень по разным ценам ну соответственно и качество будет разное что касается самого фашаня то есть он по себе очень крупный и выбор я немножко не привыкла вести вебинар и говорю очень быстро я прошу прощения вот что касается фашаня и вот я уже говорила что они делятся на стиле вот но на первом этаже допустим вот если мы даже взем в лувер там очень много ротанга очень много каких-то массажных кресел дальше вы подниметесь вы уже увидите более классическую мебель дальше будет модерн хай-тек поставщиков на самом деле очень много дальше артем вот что касается конкретно копии то есть наш вебинар называется итальянская мебель по китайским ценам я сама лично была в этом году на выставке в милане и была очень удивлена не знаю приятно или нет но очень много похожей мебели было в фашане в этом году тоже была фашане и на самом деле фашане он очень сильно следит за тенденциями если вы хотите идти в ногу со временем и вас интересует хорошая мебель да вы может быть не уточняли что такое там фабрика бакстер бантем пикассо колумба стайл азио белотти то что касается итальянской мебели но китай четко следит за тенденциями и вот я была на выставке в милане во первых я очень много видела китайцев которые ходят да и фиксируют каждый на каждой выставке все самые последние новшества что сейчас модно что сейчас является тенденцией по цене китай естественно это дешево даже если мы говорим с учетом доставки в любом случае китай это хорошо у нас есть вот сейчас вы видите три цены это цена в италии напрямую у поставщика цена в украине это если украинское представительство и цена в китае вот предположим сейчас мы смотрим модель из последней коллекции итальянской фабрики бантем пикассо то есть в италии если напрямую то это 3 800 в украине естественно дороже с счетом доставки 4 600 и в китае то есть можно вот в 2 в полтора в два с половиной раза дешевле найти эту мебель вот дальше после уже что касается советов в принципе в дорогу что нужно брать естественно нужно брать какие-то свои любимые вещи которые вы не найдете в китае таких как кофе ну и соответственно фотоаппарат фотоаппарат должен быть хорошего качества и по возможности фиксируйте абсолютно все что вы найдете в китае то есть когда вы прилетаете туда у вас в первую очередь должен быть уже разработанный план почему вы туда летите количество мебели которые вас интересуют стиле первых 2-3 дня когда вы будете находиться в фашане это больше будет такая информационно-конституционная потому что вы пройдете по масштабам очень большой сам по себе фашань и вы сначала будете все изучать потом уже определитесь более менее какой павильон вас больше устраивает то есть это павильон где дешевая мебель либо вас все таки устраивает в лувр потому что там очень все удобно представлено можете сразу же выбрать там очень много менеджеров они вам помимо того что представлено в шоуруме вам еще дают зачастую сейчас вот планшет на котором есть полностью вся коллекция этого китайского производителя поэтому на самом деле когда вы летите в китай очень важно четко как бы распланировать какое количество вам по мебели нужно и какой стиль в принципе вас больше интересует само планирование поездки конечно же нужно начинать его с визы до последних времен на самом деле визу в китай было получить очень легко сейчас уже сточили правила и для того чтобы подать визу нужно собрать следующий пакет документов ну естественно загран паспорт фотографию заполнена анкета китайская и сейчас вот ввели еще нужно справку о работе если вы работаете на кого-то она должна быть с разбивкой на 6 месяцев либо если вы чп спд тогда ваши регистрационные документы счет с банка и отсканированная копия гражданского паспорта вот вы подаете китайское конкурсство находится только в киеве поэтому все документы либо самостоятельно либо через тур операторов передаете непосредственно в киев что касается перелетов на данный момент есть три основных перелета в китай допустим либо в гонжоу либо вот как говорил артем изначально попасть в гонконг первый это самый распространенный из украины через москву аэрофлотом второй вариант сейчас тоже очень удобный в принципе даже дешевле порой это вылет только правда из киева есть на дубае там вылетите мау а затем уже из дубаев летите амирайтс флай в гонжоу либо в гонконг ну еще есть очень удобный комфортный конечно же вариант это полететь через стамбул turkish airlines что касается отеля вот у меня очень много клиентов которые остаются все таки в гонжоу хотя фашань да там шудэ находится близко ну все таки расстояние есть и вы будете тратить приличное количество времени ну и соответственно затрат на переезд из гонжоу в фашань поэтому все таки советую вам остановиться в фашань выбирайте хорошие гостиницы потому что китай на фотографиях и китай вживую это абсолютно две разные вещи выберите либо среднюю либо какого-то высокого уровня отель что касается время и сроков поездки в китае очень часто проходят выставки ну и мебельные выставки в том числе и я в принципе как бы очень так ровно отношусь к выставкам мебельным потому что есть фашань и все что будет на выставке это очень маленькая очень маленький процент очень маленькая часть того что представлено в фашане что касается вот именно время и когда когда вам нужно конкретно полететь почему выставки играют здесь роль потому что та же кантонская ярмарка либо вот есть интернациональная фунетурная ну international фунетур фэр 2013 которая вот проходила она будет вам мешать потому что во первых немаловажный фактор стоимость на перелет на отель на какие-то дополнительные затраты в китае увеличиваются очень сильно во время выставки вот таких международных как кантонская ярмарка поэтому выбирайте период когда какие-то крупные мебельные выставки в китае не проходят дальше еще вам посоветую не лететь в жаркие месяца такие как июль август ну сентябрь уже можно если вы легко переносите влажность повышенную вот большую жару тогда все таки не советую потому что мебельный тур это затраты физически в любом случае вам придется хотя бы 6-7 дней обойти полностью в фашань все что вы сможете вы в принципе дойдете до своих поставленных целей но времени и сил будет потрачено очень много есть еще очень немаловажный фактор когда вы будете находиться в Китае это гид то есть сопровождающий ваш человек зачастую да там наши с Украины которые летят клиенты они еще непосредственно в Украине находят себе гидов за 20-30 долларов прилетают в Китай их встречает человек который в прямом смысле слова знает три слова на русском ну собственно не разбирается в какой-то внешне экономической деятельности будет вам только переводить плюс самый самый большой риск это есть такое грубое слово но это реальность это откаты гиды они работают на откатах он вас приведет к поставщику с которым заранее или прям на месте при встрече договориться о своих 10 там 8-15 процентов поэтому выбирайте гида из компании какой-то то есть чтобы это был штатный сотрудник какой-либо компании который разбирается в внешне экономической деятельности который знает что такое условия поставки ФОП, Эксворк который будет во-первых для вас выбивать скидку во-вторых он будет фиксировать каждый день пребывания в Китае это очень важно на самом деле когда вы будете находиться там то есть вы находитесь в Луврин предположим на 6 этаже в 37 магазине вам понравился диван вот сопровождающий вас человек либо вы самостоятельно если вы без гида находитесь в Китае должны отфотографировать там предположим шоурум сам диван напротив визитка ну и плюс зафиксировать это письменно обязательно очень важно не забывайте прописывать вес и объем примерный не забывайте прописывать сумму предоплаты то есть зачастую клиенты проплачивают 30 процентов депозита когда находятся в Китае поэтому где-то вы заплатите 100 процентов где-то вы оплатите 30 процентов где-то 40 и вот это все нужно обязательно фиксировать потому что когда вы прилетите в Украину вы очень большую часть можете не вспомнить а вот эта отчетность она на самом деле очень важная ну плюс если там еще есть фотографии это в принципе облегчит ваше понимание что же вы купили какой у вас объем вы купили там на 20 кубов или на 60 метров кубических поэтому гид как лицо которое будет за этим следить который вы он должен отстаивать только ваши интересы должен вам помогать хороший гид хороший сотрудник какой-либо компании штатной он точно знает куда вас вести предположим вы приехали там посмотреть какую-то мебель для гостиницы в Ашане есть несколько мебельных центров где представлена только гостиничная ну или допустим если вы говорите что вас интересует хорошая да но недорогая мебель он вас ведет в лувр значит он не очень понимает и не очень разбирается поэтому хороший сопровождающий это тоже очень большой залог успеха когда вы находитесь в мебельном туре дальше передаю слово на Артема было приятно спасибо большое Татьяна очень познавательная информация очень полезная информация я наверняка уверен что теперь благодаря вам наши участники наверняка уже если поедут в Китай так уже полностью будут как говорится вооружены и опасны что ж перейдем к следующему вопросу а именно выбор транспортной компании зачастую мы себе задаем вопрос хорошо мы нашли мебель нас устроила цена закупки но дальше вопрос доставки растаможки постает и скажем так те клиенты которые впервые сталкиваются с этим для них это как черное скажем так большой вопрос да так вот собственно мой вам совет выбирать транспортную компанию которая в первую очередь представляет комплекс услуг потому что во первых а нужно учитывать что вы будете посещать торговые центры которые вам будут давать стоимость в юанях за мебель либо за сантехнику за или иной товар соответственно форма оплаты это либо через китайскую компанию то есть вы находите торговую компанию даете им деньги и они будут перечислять по безналу либо опять же таки пополнение счета через банк китайский либо второй вариант кэш при посещении того или иного продавца мебели собственно здесь вам нужен надежный партнер потому что это операции с финансами с кэшем а где нал идет там есть соответственно риски ни один китайский поставщик при покупке ну время продажи с его стороны одного спального гарнитура не будет заключать с вами контракт официальный со всеми печатями и будет давать вам безналный счет компании то есть они дают как правило счета от физлиц вот и принимают либо кэш либо соответственно на карточный счет также в чем удобство собственно комплексность комплексного подхода в том случае когда вот вы примеру поехали в Ашань вас сопровождал гид переводчик от той транспортной компании далее проверка товара осуществлялась той же компании и той же компании осуществлялась доставка тем самым вы не дадите повода скажем так да перекладывать зоны ответственности с одной стороны в другую да есть хорошая пословица не нужно перекладывать яйца с одной корзины в другую потому что они могут побиться собственно при бои той же мебели очень часто если транспортная компания и гид переводчик контроллер да отгрузки были разные то есть не составляющие одной компании ответственность перекладывали один указывал что плохо перевез второй что плохо проверил что изначально она была бита мебель лампа к примеру да и тому подобное да это очень важный аспект плюс вы сможете сразу высчитать себестоимость того или иного товара уже в Украине то есть не просто считать закупочную стоимость а транспортная компания которая вас и сопровождает при мебельном туре она сможет сразу вас сориентировать по цене уже в Украине это тоже упрощает процесс и повышает скажем так эффективность вашей поездки касательно упаковки грузов отдельно хочу вывести отдельным слайдом почему потому что можно десять раз все проверить и мебель и лампы и светильники и проконтролировать погрузку чтобы все аккуратно было погружено но я уверяю вас если вы хрупкие грузы а именно к примеру плитку вы не запалитировали если вы лампы не сделали полностью в деревянный каркас не обили фанерой то с ламп придет мозаика а плитка может прийти полубитая и тем самым скажем так будут неприятности с дальнейшими ремонтами работы у вас дома кстати бирки касательно то что там хрупкий груз или не хрупкий для китайцев абсолютно не играет роли потому основным скажем так выходом в данной ситуации это договариваться с продавцом об упаковке тех или иных хрупких грузов в тот же деревянный каркас и за это платить дополнительно денег китайцы никогда не будут упаковывать тот же деревянный каркас особенно что касается дешевого либо среднего сегмента мебели без допоплаты то есть все просьбы там ну вы же упакуете в хорошую упаковку да упакуем нет не упакуем то есть за это нужно платить это нужно прописывать пусть будет даже на их накладных тогда это действенно просто по своему опыту скажу я для своего дома во Львове тоже покупал ту же плитку те же лампы скажу так процент боя моей поставки был 0% это все благодаря тому что упаковка была изначально сделана подобающим образом далее что касательно проверки значит тут вопрос опять же таки где проверять и когда проверять оптимальным временем проверки это конечно же перед отправкой на консолидационный склад в Китае то есть у вас как правило будет от 10 до 20-30 фабрик различных иногда бывает и больше если это идет речь о комплектации дома от начала до конца плитка сантехника и мебель садовая группа соответственно самым действенным способом это договариваться с теми же поставщиками имея адрес консультационного склада что оплата за баланс по факту доставки на склад консультационной транспортной компании да соответственно не доставляют проверяющий проверяющий инспектирует проверяет и только тогда идет оплата балансовой стоимости это вполне реально договориться и тем самым стоимость проверки тоже не будет стоить космических денег потому что вы себе представляете сколько будет стоить услуга по проверке количества качества да в вашей закупке в случае если это нужно разъезжать по Фошане по провинции Гуандун по каждому из производителей в отдельности собирать это все воедино в грузовую машину то есть стоимость увеличится в разы поэтому советую вам к этому подойти изначально мудро я надеюсь что эта информация для вас будет очень полезной и скажем так поездка в Китай увенчается успехом без всякого боя и вы найдете в случае поездки то что вам нужно выбирайте качественного партнера то есть не экономьте на сопровождении к примеру там 50 долларов в день потому что здесь можно гораздо больше скажем так потерять большое спасибо еще раз Татьяне что сегодня нам сказала такую информацию Татьяна присоединяйтесь к нам в голосовой чат и будем смотреть на вопросы я думаю Татьяна что на вопросы которые задают наши участники вебинара вы сможете дать гораздо более квалифицированный ответ так как вы недавно посещали фашанию ездили на месяц именно туда что ж рад вас приветствовать снова да здравствуйте еще раз вот вопрос от Юрия LED светотехника как встраиваемая так и подвесная там есть или это обычно отдельно смотрите на самом деле как бы в фашане Артем уже говорил то есть помимо мебели есть еще и строительная да какая-то группа строительная часть есть там плитка та же есть сантехника есть даже свет то есть в том же лувре на последних этажах там можно найти очень интересную очень интересные там лампы какие-то светильники есть даже искусственные цветы которые тоже можно использовать в интерьере и как бы на самом деле это очень полезно но Юрий что касается именно вот ваши ваши вопросы я бы все-таки вам посоветовала если вы хотите объединить это в фашане то можно как бы найти фашане это если ваша конкретная цель это вот светотехника да тогда все-таки вам посоветую посетить так называемый город свет а сейчас это город мебели да мы говорим есть такой город свет я тоже там была он находится рядом с Шанхаем называется Джуншань и там конкретно есть весь абсолютно свет абсолютно весь спектр и там вот можно найти что вас интересует но в фашане в принципе тоже это есть Александр где искать детскую мебель и товары по поводу детской мебели конечно же это тоже в фашане есть там очень много и тоже они даже тоже итальянскую мебель копируют и на самом деле найти ее можно вот мне самой очень нравится там пару поставщиков тоже вот последний при последней поездке искала именно детскую и очень некоторые экземпляры мне очень тоже понравились там прям помимо вот того что из шоурумах опять же таки дают вот эти то что я вам говорила на планшетах полностью всю коллекцию и там есть как от для маленьких принцесс так и в таком стиле хай-тек для деток очень интересно Юрий по поводу дороги из Конконга на материк мне сказали что каким-то чудом можно добраться да можно действительно поехать из Гуанчжоу в Гонконг на скоростном поезде потом если вам нужно будет добраться до аэропорта вам можно либо на такси с центрального автовокзала либо четыре раза пересесть в метро с ветки на ветку потом сесть на аэр-экспресс который идет непосредственно уже в аэропорт в Гонконг в Гонконге очень вежливые люди которые разговаривают в 99% случаев на английском если не у всех 100 поэтому вам добраться будет очень легко у меня конкретно скажите пожалуйста мебель сантехника Ратанг это выгодно покупать для себя но вы знаете на самом деле мебельные туры зачастую это все-таки тур с закупкой для себя на дом потому что есть так клиенты которые выбирают себе прямых поставщиков с которыми они будут работать они выходят на фабрику понятное дело что для них это дешевле чем для розницы либо для розничного какого-то опыта но в любом случае это дешевле потому что вы же не поедете покупать туда два дивана вы приобретете приобретете там да как минимум каких-то 30-60 кубов все зависит от того какой у вас дом большой или небольшой да поэтому это выгодно выгодно смотреть в первую очередь и выгодно вести потому что в любом украинском каком-то более-менее приличном мебельном магазине наценка идет в 175 в 150 не знаю раз покупать с Китая это удобно когда вы попадете у вас разбегутся голода вы может быть перейти с одной какой-то целью а уедете уже совсем с другими с другой мебелью ротанг кстати вот я смотрю вы спрашиваете относительно ротанга по ротангу очень хорошие там поставщики есть и у нас даже нет на украинском рынке вот такого сегмента по ротангу там можно найти очень много интересного ладно это потом с вами проговорим какова стоимость услуга по проверке доставки мебели смотрите по проверке ну в принципе могу сейчас проговорить именно тарифы компании фиолан вот либо допустим могу потом оставить свой электронный адрес вы можете эти вопросы уже потом задать мне либо набрать я могу уже более детально вот я вам в конце пропишу где детская мебель детская мебель есть в Ашане Александр тоже она присутствует там я же говорю что в Ашане это вот там где лувры там где рядом идут павильоны они вот тянутся на пять километров там нет конкретно что вы заходите в какой-то мебельный центр и там только присутствует детская мебель нет там есть и детская там дальше идет уже какая-то из натурального камня там уже идет интерьерные какие-то моменты поэтому конкретно по детской мебели это в Ашане там нужно искать а если детская детские вещи если это не очень крупный опт да какой-то тогда все таки это опять же таки Гуанчжоу вам будет удобно в Ашане приобрести детскую мебель а в Гуанчжоу на рынках уже закупить непосредственно детскую детские вещи то есть там есть рынок рынок понятное дело в Китае это не такое как в Украине это не седьмой километр это большие торговые центры в которых многоэтажные в которых есть шоурумы трейдеры фаб представители фабрики напрямую и так далее хотел вопрос извини Татьяна хотел вопрос Юрия ответить в первую очередь касательно оплаты на Гонконг смотрите значит не знаю с кем вы ранее общались но все поставщики имеется ввиду ну трейдеры те которые представлены в Ашане в торговых центрах мебельных они дают цену на в юанях сейчас одну минуту Тань выключи пожалуйста микрофон а то эхо идет получается они дают цену в юанях и соответственно счеты дают на счет банковский дают юаневый касательно долларовой оплаты одной единице мебели там либо там трех-пяти единиц мебели никто не дает счета в офшорах как правило ну не знаю у меня такие мысли что скорее всего сказали так сделать чтобы оплата была через Гонконг видимо значит часть той денежной массы которая дальше идет на закупку возможно всегда это именно в Гонконге ваше право как бы там работа с ним или нет но оплата идет в юанях никогда не идет оплата там за два стула и стол оплата в долларах на Гонконг потому что одна платежка только стоит 35 долларов о чем можно говорить дальше если в Китае допустим оплата из другого банка на другой банк максимум что может стоить это комиссия 50 юаней за платежку плюс там 0,0,0 какой-то 1% тут однозначно нет по стоимости Татьяна не является менеджером по работе с клиентами соответственно по стоимости доставки скажем так более правильнее будет пообщаться именно уже по конкретным каким-то запросам да вы опять же таки высылаете информацию на Татьяну и Татьяна даст вам точную цену то есть средняя стоимость закуп это 500-600 долларов но опять же таки это зависит от общего объема от общего веса насколько вес тяжелый насколько ну груз объемный и тому подобное да по еще вопросу Юрия касательно легковой машины взять на прокат права европейского образца то есть украинского образца которые являются да они не котируются в Китае то есть вам заново нужно передавать на права мало того всячески вас настоятельно рекомендую и отговариваю вообще садиться за руль в Китае даже если у вас будут китайские права потому что 30 лет назад в Китае ездили грубо говоря на валах вот и потому скажем так этики культуры вождения ну за последние 20 лет не успели привить китайцам вот анекдот касательно что на красный свет останавливаются трусы вот это где то применим для китайцев потому однозначно нет не садитесь за рулем если вам цена ваша жизнь и здоровье не надо садиться за руль в Китай вот так Татьяна у вас еще есть возможно вы продолжите вопросы я ответил касательно доставки присоединяйтесь к нам да я вот смотрю вопрос от Алены контейнер с мебелью должен быть полностью контейнер мой или возможно сборник если у вас предположим там за какой-то конкретной моделью но бывают такие случаи когда клиенту очень нравится диван там итальянской марки Бакстер и у вас есть мечта его купить у вас уже в принципе дома нет там закупать полностью мебель вы прилетаете в Китай у вас получается каких-то своих пять-шесть кубов понятное дело что это сборный контейнер в любом случае вам будет дешевле чем заказывать этот диван итальянского поставщика но если вы в принципе заказываете для дома квартира у вас 60 100 или дом 300 квадратных метров конечно же вам будет целесообразнее дешевле вести полностью на себя весь контейнер это будет дешевле но опять же таки не забывайте то есть о таком моменте как разношерстная одна какая-то группа товара то есть если вы едете за мебель ее можно в принципе присоединять в контейнере одном с сантехникой какой-то строительной отделочным материалом ни в коем случае никакого там текстиля каких-то штор то есть в этом плане тоже нужно посоветоваться перед тем тоже очень кстати немаловажный вопрос вы будете лететь в Китай и у вас там будет есть какой-то список необходимых покупок проконсультируйтесь вот с компанией которая занимается доставкой таможеном чтобы вы понимали имеет ли в принципе смысл да это закупать потому что очень многие там помимо мебели еще думают закупить два телевизора да но это в любом случае нерентабельно для вас будет это не будет дешевле чем в Украине ну и плюс как бы вы не сможете его в свой же контейнер положить поэтому тоже вот обращайте это внимание все таки конечно свой контейнер полностью это дешевле есть еще кого-то какие-то вопросы пожалуйста так я вижу что вопросы как бы подошли к концу в любом случае если у вас вопросы появятся мы всегда открыты да то есть контакты Татьяны у вас уже есть вижу в чате так что связывайтесь мы с радостью проконсультируем вас и предложим максимально верное решение по поездке за мебелью в Китай с вами могу еще проконсультировать если есть уже вопросы смотрите по поводу Михаил проживания в Китае ну вы имеете ввиду отель да на самом деле стоимость очень разная можно снять отель за 20 за 30 долларов можно снять за 150 за 200 понятное дело что все зависит от того как в принципе экстерьер интерьер вай фай двуместные номера не знаю в центре потому что города очень большие да по своему штамму поэтому я вам советую выбирать среднего уровня потому что вас вас и цена устраивает устроит ну в принципе там будет вай фай не поняла вопроса по поводу работаете за деньги а вас после маски их наберут чтобы убиться техники звоните по поводу вот если говорить уже да допустим про меня допустим я вот очень часто ну как бы являюсь действительно экспертом по отправке людей в Китай именно в бизнес туры не только мебель но вот мебель это как бы тоже моя тематика мы не берем оплату за бизнес туры то есть организован для наших потенциальных и постоянных клиентов у нас есть договора контракты с аэрофлотом да такой компанией как аэрофлот у нас есть контракты с китайскими отелями которые делали на скидку и очень даже прилично вот ну единственное что конечно же мы предоставим вам нашего сотрудника компании фиолан в Китае которого вот при последней поездке в Китай с которыми я лично общалась которые я знаю в которых я уверена поверьте на вас будет очень много давить различных факторов пока вы будете находиться в Китае даже вот человек который будет вас сопровождать тоже очень важный фактор он вас не должен раздражать он должен вам только помогать то есть если у вас будут вопросы куда мне пойти покушать или что посмотреть он тоже должен ответить и в принципе он должен нести за собой какую-то полезность очень даже приличную сколько времени и количество ну смотрите опять же таки все зависит от цен от цели Алена то есть если у вас 300 квадратных ну вот у меня последний да был то есть 300 квадратных метров очень большой дом и очень разные комнаты были по стилю знаете бывает то есть кто-то выбирает себе только в стиле хай-тек у него все серо-белое все очень такое прагматично поэтому как бы они выбирают быстро но вот последняя была вот 300 квадратных метров одна комната да там детская в таком стиле там предположим спальня да там в каком-то более греческом там или классицизм но вы знаете в принципе устают конечно но за 7 дней можно успеть ну то есть в принципе мебельные туры были за 5 и за 6 дней я вам все-таки посоветую не меньше 7 дней потому что вы приедете то есть вы 2 ну один день это как минимум ну где-то 2-3 дня вы сначала только будете изучать потому что масштабы очень большие и вы не можете вам сначала нужно будет понять и прочувствовать где вам все-таки удобнее потому что вы на втором этаже увидите диван за 3 тысячу и они подниметесь там он же будет за 4 с половиной и вам в принципе надо будет просто определить почему же такая разница и вы все-таки приобретете за 3 или за 4 с половиной потому что там выделка кожи итальянская кстати по поводу Италии помимо того что китайцы копируют итальянскую мебель они еще и возят итальянскую кожу китайское производство с итальянской кожей это действительно факт я вот была очень часто на фабрике фабриках китайских и смотрела вот этапы производства на самом деле китай китайская мебель она действительно хорошего качества если вы выбираете более-менее нормальную стоимость тогда вы должны понимать что качество будет хорошее фабрика фабрики очень большие делятся как-то поэтапно и вот я тоже заходила на производство там где обтягивают кожу и там никто не был подготовлен к моему приезду там четко я видела стенд с итальянской кожей и там с китайской либо какое-то тоже не китайское но как бы тоже не такого качества как итальянское поэтому доставки по поводу переводчик 100 долларов да действительно вот в пределах Гуанчжоу 100 долларов но опять же таки если вы поедете 2 месяца то цена будет другая понятно за проверку отправку если не сложно вот я прописала там свой электронный адрес я с удовольствием проконсультирую проконсультирую вы можете звонить мне я вам это все расскажу отправите минуту их на в общем вы тогда отправляйте все свои вопросы предложения не стесняйтесь чем больше тем лучше потому что как раз мы это специализируемся по хорошей консультации мы обязательно вас проконсультируем расскажем что же лучше поделимся своим опытом спасибо большое еще раз Татьяна спасибо всем участникам напоминаю что на ваши электронные адреса будет выслана запись сегодняшнего вебинара с презентацией до новых встреч хорошей вам вкусной пасхи съездить отдохнуть набраться сил и после дня победы мы возобновим после майских праздников и пасхи возобновим свою работу по вебинарам и мастер-классам еще раз спасибо до свидания и до новых встреч 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 до новых встреч